Карликовая головня пшеницы Карликовая головня пшеницы. Телеция контроверса. Основным растением-хозяином для карликовой головни пшеницы является озимая пшеница. Также болезнь поражает ячмень, озимую рожь, третикали и некоторые злаковые сорные растения. На яровой пшенице болезнь не зарегистрирована. Карликовая головня распространена во всех частях света, кроме океании. На территории Российской Федерации случаи выявления возбудителя карликовой головни пшеницы зарегистрированы в предгорных районах Краснодарского края и Ставрополья. Болезнь вызывает деформацию всего растения в целом. Наблюдается сильное кущение с образованием от 4 до 54 побегов. Стебли укорочены, колоски плотные, укороченные. Иногда они вообще не выходят из пазухи верхнего листочка, либо остаются наполовину прикрытыми, вплоть до полного созревания. Кроме явных потерь урожая, карликовая головня вызывает скрытые потери, которые выражаются в том, что возбудитель, находящийся в растении с момента заражения до созревания семян, угнетает их. При этом больные проростки сильно поражаются почными грибами. Растения отстают в росте, многие из них не выкалашиваются, нарушается нормальное течение биохимических процессов, снижается налив зерна. Все это приводит к конечном счете гибели пораженных растений во время всходов и фазы кущения. Возбудитель карликовой головни озимой пшеницы отличается высокой вредоносностью. Заболевание может носить эпифитотийный характер и причинять большой ущерб урожайности зерновых культур. Например, при 12-процентном поражении карликовой головней снижение урожая озимой пшеницы составляло 26%. Карликовая головня пшеницы – опасное заболевание злаковых культур, возбудителем которого является головневый гриб телеция-контроверса. Заражение озимой пшеницы возбудителем телеция-контроверса происходит с момента прорастания семян и продолжается до выхода растений в трубку. После внедрения в ткани мицелий гриба проникает в конус нарастания и задерживает его, пока не сформируется колос. Возбудитель развивается в инфицированном растении системно и достигает завязи. По мере развития мицелия в колосе формируются головневые мешочки – сорусы с телеоспорами. Сорусы телеция-контроверса развиваются в завязях, обычно поражая их полностью. Они обычно сферической или широкоэллиптической формы, от темно-красно-коричневого до почти черного цвета, прикрытые перидием. Споровая масса в них, образующаяся, вначале плотная, затем пылящая, с селедочным запахом, в результате образования тримметиламина. В одном сорусе содержится от 8 до 20 миллионов телеоспор. Телеоспоры служат для сохранения и распространения возбудителя карликовой головни пшеницы. Телеоспоры головневых сохраняются с семенным материалом и в почве. Зрелые телеоспоры темно-коричневого цвета, в массе почти черного, шаровидные, от 19 до 27 микрометров в диаметре. Сетчатость ярко выражена. Поверхность покрыта ослезняющим бесцветным слоем, толщиной не более 4 микрометров. Часто среди них наблюдается присутствие до 8% геолиновых бесцветных спор размером от 17 до 22 микрометров. Оболочка геолиновых телеоспор обычно гладкая, редко сетчатая. Телеоспоры телеция-контроверса способны оставаться жизнеспособными в почве от 2 до 10 лет. Прорастают они, как правило, после дозревания у самой поверхности почвы в течение 30-50 суток. При этом прорастают далеко не все споры. Для прорастания спор необходимы рассеянный свет, температура около 5 градусов по Цельсию, длительное увлажнение почвы в сочетании с пониженными температурами. Обычно прорастание телеоспор наблюдается при относительной влажности почвы от 46 до 60% и интервале температур от 2 до 15 градусов Цельсия. Температуры выше 15 градусов подавляют прорастание спор. Распространение болезни в новые районы происходит в основном зараженными семенами пшеницы и трав. В полевых условиях основным источником инфекции является почва. Споры заспаряют ее при уборке и являются причиной заражения в последующие годы. Кроме того, возможно распространение инфекции с навозом. С целью обнаружения пораженных сорусов, головневых мешочков или головневых зерен при выявлении и идентификации возбудителя карликовой головни пшеницы используется метод визуального осмотра поражаемых растений. Когда при просмотре семян пшеницы головневые зерна не обнаруживаются, прибегают к анализу методам смыва и центрифугирования. В случае затруднения определения карликовой головни пшеницы по морфологическим признакам проводят молекулярно-генетический анализ на основе классической ПЦР с видоспецифичными праймерами. Меры борьбы с карликовой головней пшеницы включают Использование здорового семенного материала Соблюдение оптимальных сроков сева озимой пшеницы Глубину заделки семян не менее 6 сантиметров Соблюдение 3-4-летнего сева оборота Борьбу с сорными растениями семейства злаковых Использование микроэлементов, таких как бор, кобальт, молибден, медь, марганец ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...